27 марта отмечается Международный день театра. И именно по этому поводу у нас в гостях сегодня заслуженная артистка Российской Федерации Елена Фирстова. Здравствуйте, Елена. Добрый день. Елена, в этом году вы отмечаете 40-летие окончания училища нашего театрального. На вашем счету почти 100 ролей. Ну, туда-сюда. Плюс-минус. Какая оказалась для вас знаковая, я не спрашиваю, какая любимая, некорректно, да? Сейчас уже можно, наверное, уже сейчас даже не то, что любимая, а какая больше вспоминается. Вот больше всего, наверное, вспоминается самая первая роль, потому что, ну, это было такое абсолютное потрясение, что на сцене я после училища сразу уехала в Кировский ТЮЗ, и меня ввели в спектакль «Три мушкетера» и дали мне роль Констанции Бонасье. О, боги! Это был ввод. И когда меня, значит, нарядили в это платье, мужчины все ходили и говорили, это натуральная талия? Я говорю, да, можно потрогать? И они вот так вот как бы обхватывали. У меня очень тоненькая была талия. И вот это всех совершенно потрясало. И я помню, что... Я не помню, как я играла, потому что это было какое-то... Ну, я не знаю, думаю, что ничего хорошего не было. Но для меня это было что-то. Такое платье, огромная юбка. И вот это вот... Я ходила и не дышала, мне кажется. Вот. Роль еще наиболее такая яркая, что ли, ревнивая к себе самой Тирса Дамалина. Это уже ТЮЗ? Это в ТЮЗе, да, уже было, где оформление делал знаменитый Сергей Бархин. И костюмы у него были феерические. Они еще до сих пор... Бархин сейчас с Гинкосом, по-моему, что-то он делает, да? Да, да, да. Да он и с Гинкосом. Он вообще великий художник. Но вот начинал он с моим папой. У них была такая компания хорошая. Он приезжал в Нижний и очень много об этом вспоминает и пишет. Вот. И вот это один из последних уже был спектаклей. Последний был уже... Сон летнюю ночь, по-моему, последний был. Но костюмы уже не он делал. А тут он делал костюмы. Они были все решены в черных тонах, но всех эпох разных. То есть вот у меня было три платья. Они все были из разных эпох и совершенно необычайно красивые. И, ну, кроме того, что, конечно, там были стихи, там было оформление очень интересное. И я получала огромное удовольствие от того, что просто совершенно замечательная была роль, конечно же. Вот. Ну, вот эта роль такая была... Магдалена ведь, да? Да, 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 да. Донни Магдалена. Вот. И монологи до сих пор еще в голове остались эти. Потом была роль еще очень для меня... Дама с собачкой – это последний папин спектакль. Елена, ну, вы как-то так вот лихо, да, вот эту вот эстафетную палочку от легендарного режиссера приняли и как-то так ринулись в режиссуру. Но вопрос-то у меня не в этом. Вот на ваш взгляд, в чем принципиальное отличие женской режиссуры от всей остальной? Вот именно этот вопрос хотелось подчуть все время. Вообще, я, честно сказать, даже не знаю. Вот я очень много лет посещала лабораторию Гинкоса. И он набрал только женщин. Женщины-режиссеры, он считает, что это особая такая каста. И он считает, ну, видимо, потому что у него жена, потрясающий режиссер, Гета Яновская. Вот. Он с большим пиететом относится к женской режиссуре, в хорошем смысле слова. И поэтому там требования мощнейшие. Там все постойки смирно с замиранием сердца готовили, как пятиклассники там в страхе были перед ним. Он такой очень жесткий педагог, очень жесткий. Но давал, дает, продолжает как бы одаривать необычайно. Мне вот лично он очень много дал. Ну, так и вы даете-то вы на гора. Вот ваша последняя премьера «Спасти наше все», она уже такими слухами обрастает. Замечательно. Говорят, труппа приехала из Израиля, сам автор на месте. Ну, автор действительно из Израиля. И он получил, он написал пьесу и получил «Золотую маску». И мы с ним познакомились, ну, я имею в виду через интернет и переписываемся. А как он относится к вашему решению режиссерскому? Насколько я о нем знаю, он очень болезненно относится к каждому слову. И мне рассказывали, что он ставил этот, вернее, не он, а Рехельгау ставил, поставил этот спектакль. И он приезжал, сидел и бился за каждую фразу, чтобы это все было. У меня, в общем, из 27 страниц у меня осталось 15. 15. Ему понравилось, да? Елена, у вас масса премий. Ну, их, правда, много их не бывает, да? Да. Ну, и лауреат, вы и дипломант. Ну, вот какая из них вам наиболее дорогая? За какой спектакль? Ну, вот для меня очень было дорого то, что мы играли на Володинском фестивале студенческий спектакль. Нас тогда отобрали на первый Володинский фестиваль фабричную девчонку с курсом и поехали. Это было просто для нас огромным подарком. И «Твой шанс» мой спектакль видел знаменитый шекспировед Барташевич и очень хорошо о нем говорил. О спектакле «Женебе Фигаро», который я поставила тоже со студентами. Это уже со студентами. Да, это тоже очень ценно. Хорошо, со студентами. А вот каким спектаклем в тюзе ты гордишься как режиссера? Ну, я считаю, что наиболее такой вот из того, что еще осталось, наиболее для меня важная работа вот про собак. И мне кажется, что это достойный спектакль, достойный. Как вы обычно отмечаете День театра? И как вы собираетесь отмечать? Ну, в семье, с близкими друзьями. Раньше отмечали широко в театре со всякими капустниками и банкетами. Сейчас какая-то другая стезя. Какие творческие сейчас задумки есть у режиссера Елены Ферстовой? Очень хочется. Очень хочется и что-то современную фьесу, какую-то интересную. Я сейчас в поиске. И хочется и классику делать. Пока мы думаем. Мы пока как бы... Вот я пока в поиске. Хочется восстановить то, что уже есть, чтобы оно шло. И в то же время что-то начать, что-то новое. Поэтому пока еще так в поиске. Спасибо огромное, Елена. Спасибо. Ну что ж, пока заслуженная артистка Российской Федерации Елена Ферстова находится в творческом поиске, мы будем ходить на ее спектакли. И обязательно там увидимся. Так же, как и обязательно увидимся в программе «Культурное время» ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова